Андрюшенька, это ты береги себя, а то, видишь, дядя Витя сказал, что Казбек бросается на людей, а собака чувствует всегда, где хороший человек, а где не очень. Всем огромный-огромный привет, очень рада видеть вас на своем канале, надеюсь, вы тоже рады меня видеть. Ребят, я посмотрела очередное маски-шоу на канале Доброе Дело, как и говорили, всё по кругу. И Доброделы уже просто издеваются над своими зрителями, над своими подписчиками. И, знаете, это уже просто прямой стёб. Стёб того, что им пишут, что вы снимаете по очереди алкашню, они и продолжают в том же духе. Ну, знаете, то, что Андрюшенька думает, что он меня там покривляет и всё, да, и я перестану о нём говорить или перестану говорить своими же словами, то нет. Я не перестану говорить ни о нём, ни о их канале. Просто выглядит он в реальном, в прямом смысле, как дурачок. Вот как-то так. В общем, что, сегодня они запилили видеоролик на сене. Именно, именно, ребят, на сене. Положили клок сена, клок, я буду говорить клок, чтобы завести Казбеку в будку. И на это они отсняли целый ролик. Представляете? Я уже в шоке. Это Доброе Дело. Канал Доброе Дело. Доброе Дело с собаком. То будки мастерим, то сено возим. Целый видеоролик Везли сено. Так сложно было его положить в багажник. Прям, ну, сложнее, наверное, не придумаешь. И потом еще сложнее было его достать. Но уже, чтобы его уложить в будку, так это вообще, знаете, таких усилий понадобилось. Что мне таких жалко стало. Особенно Андрюшу. Столько раз надо было нагнуться, оторвать кусочек сена. Положить туда ровненько-ровненько, чтобы Казбеку было очень удобно. Но, опять же, собака голодная. И я уверена, что голодная. Потому что дядя Витя видели сами в каком виде. Пока пенсия в кармане шуршит, дядя Витя будет бухать. Он уже, знаете, даже на медведя не похож. Потому что медведи, они красивые, симпатичные. И, знаете, ими любуешься. А здесь просто какое-то чучело, которое на ногах не держится. И все время стонет, 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 что плохо. Кстати, странные они какие-то, да? Дима говорит, что вот, типа, Ванька позвонил, что дядя Вите уголь привезут. И в то же время, зная, что привезут уголь, они собираются тоже заказать уголь дяди Вите. Зачем? Наверное, хотят вообще Витька переманить. Чтобы Витёк в шею гнал Ваньку с Максимкой. И чтобы ждал, не дождался Андрюшеньку душеньку. Представляете? И мне кажется, скоро этот медведь. Не медведь, медведи, а не лапочки. А это чудо-юдо рыбакит. Попрёт и Ваньку, и Андрюшку в шею. Потому что достали они уже со своими видеокамерами. Нет контента, но они находят на чём, слушайте, его пилить. Запилили на собаке. Слушайте, собака на сене. Вот надо бы как, наверное, ролик назвать. Но нет, назову я его по-другому. В общем, пока там Игорь где-то отсутствует непонятно где, либо Андрей решил, что он будет поднимать канал, то, как мне кажется, он его топит ещё больше. И все орали на Игорька, что Игорёк там своими проповедями уже достал всех. Но извините, Андрюшка Душка ещё больше топит канал. И кто-то написал, Мари, да, что с Игорем хоть поржать можно было. А здесь уже и плакать хочется. Слушайте, и, знаете, мне хочется даже не так, как он меня перекривил, а пожелать здоровья в десятикратном размере Андрею. Потому что я понимаю, что что-то не так с человеком стало. То добрые люди, уважаемые зрители. А сейчас таскается по алкашам, снимает видео с алкашами. И бесконечно ему, наверное, приятно общаться с алкашами. Что случилось с Андреем? Где он был? Где он так прям привык общаться с алкашами? Я уже, слушайте, начинаю задумываться, что случилось с человеком. И не нужна ли ему в конце концов уже помощь? Ребят, вы заметили, что с Андрюшенькой Душенькой что-то не так? Я уже давно заметила. И заметила в первую очередь, когда нам показали эту фотографию с клетчатой сумкой. Сумкой челуночника. Ну, либо бывшего заключенного. Андрюш, признавайся, где ты был? Что с тобой случилось? Почему вдруг резко ты шляешься по алкашне ежедневно? И а почему учишь своих зрителей? Ну, где в конце концов добрые дела? То ремонты делать не будем, собакам будки делать не будем. А сам снова за собачьи будки взялся. Да нет бы хоть накормил голодную псину. Нет, сено бесплатно, а кости дорого. Точно так же, как и колбаска инночки. В общем, ребят, ну тут уже просто слов нет. Ну, они стебутся и издеваются над своими зрителями. И в то же время они еще такие жадные, что пожадничали денег на рекламу. И Мансур всего лишь в закрепленном комментарии их пропиарил. Ну, потому что, чтобы сказать в видеоролике и разместить в своем видеоролике такой, знаете, пиар-ролик маленький, надо деньги заплатить. А доброделы-то колбасы нормальные купить не могут, костей собаки купить не могут. Уж что говорить про оплату за рекламу. Ну, мы все с вами знаем это давно. В общем, ребят, смотреть нечего, тупей не придумаешь. Ниже, ниже падает канал Доброе Дело. Все, ребят, потеряли Бабу Галю, не досмотрели, снимать нечего. Контента нет. Снимаем алкашей и собак. В общем, ребят, я не знаю, но у меня все. Жду ваших комментариев, жду вашего мнения. Как всегда, всем добра, любви, понимания. Ну и, конечно же, это обязательно. Я бы сказала 10 раз, но будет выглядеть по-бестолковому. Здоровья вам, мои хорошие. Обнимаю вас всех. Пока.